всем привет так начнем дефтокс нам я расскажу про такую тему как plant емель вот но прежде чем я начну я хотел бы рассказать что такое вообще в принципе такой емель вот пробежаться несколько слов сказать об этом вот а потом перейти к plant емель вот я буду шарить экран скажите когда будет будет видно видно так между такой емель я думаю что многие кто знает я повторюсь еще раз это такой язык моделирования он унифицирован вот это значит что он ну так скажем шоу и у него есть правило по которым рисуются эти диаграммы они едины для всех вот то есть когда вы то есть что такое емель это через емель вы можете рисовать диаграммы которые другие люди могут с легкостью понять что вы имели здесь ввиду и что вообще в принципе происходит так скажем вашей системе вот вот в принципе зачем это рисуется это в первую очередь для того чтобы показать что вообще в основе там документации используется что не люди не читают там целые 10 страниц текста про то что там как система устроена аж по не поставили на диаграмму сразу поняли что к чему идет что к чему связано и не надо там пересчитывать 10 листов там документации вот так несколько видов диаграмм есть и вот тут википедии открыл вот эти диаграммы делятся на структурное и behavior это поведенческие вот структурное описывает вообще в принципе структуру то этом приложение там велись целая система микросервис а как это все устроено вот если их на самом деле многовато например и самая такая распространенная это диаграмма классов вот такой класс как по мне это наверное бессмысленная диаграмма потому что ни разу не использовал вот но более больше используем поле используем диаграммы является компонентная потому что если мы сейчас откроем то здесь по факту мы увидим самом деле такая страшная схема вот но если посмотреть нет ничего страшного здесь по факту что мы здесь имеем мы имеем какую-нибудь область видимости обозначена желтым квадратиком да и тут какие-то компоненты вот компоненты имеется ввиду там какие-то сервисы какие-то там платформы другие вот если пример взять на стажеры делали это приложение для машины да вот пример если сделать аналогии с этой диаграммой то здесь пример один компонент это приложение второе там база примеру rds что-то у нас еще есть к 8 с 3 где вы храните картинки там какой-то клад фронт руб 53 и так далее вот это все что тут отписывается в диаграмме в компонент на диаграмме она сама за себя говорит эта диаграмма которая содержит компонент вот мы их причислили вот ну и понятное дело тут есть связи между ними вот тут углубляться не будем дальше это наверное самые главные структурные диаграмм которые вообще используются на проекте ну по крайней мере сколько я видел вот и по винической диаграммы если к но например такое самое количество как и здесь здесь хотел бы отметить такую диаграмму как секвенс диаграмму секвенс диаграмма это такая диаграмма секвенс последовательность да то есть у нас есть несколько компонентов вот примеру компьютер до сервер это компонент у них есть какие-нибудь жизненные циклы вот примеру вот у нас так скажем таймлайны вот они в документации написаны таймлайн вот вот этот идет от начала и до конца вот начинается таймлайн с того что там кто-то там проверяет чек имейл потом раз раз проходит какое-то время отправляется какой-то имейл на сервер и пошло-поехало вот и так далее до конца вот здесь есть две взаимосвязи между компонентами это как отправить какой-то request да вот такая стрелочка на и отправить какой-то response response это такая пунктирная стрелочка вот это самая простая диаграмма которая может показать весь флоу и который у вас есть на ком-то из участков вашей системы вот на самом деле это самая моя любимая диаграмма потому что она много чего показывать может может много чего показывать вот так ну и также тут есть use case диаграмма вот тоже немножко пробегусь это похоже на компонентную диаграмму она показывает что можно делать с вашей системы если компонентная диаграмма показывала что там есть то use case на то есть use case на она говорит сама за себя за то что можно делать с вашей программы системы как как он как назовете вот примеру тут есть вот сразу если я прихожу на проект я смотрю на программу что я тут вижу я вижу что лет допустим есть четыре роли да есть там официант там не знаю клиент кассир и там что-то чиф это этот шеф-повар да вот еще может там делать официант еще может делать там кассир там вот он может там проводить payment и всякие там и тролевали вот вот это вот я белый тут на самом деле про емель можно кучу всего говорить вот на это пробежался вкратце вы понимали что такое мэри чтобы освежить там в памяти если кто-то об этом знает вот теперь наступать другой вопрос в общем то а как это все это рисовать если посмотреть на компонентную диаграмму тут блин если тут нарисовать дни можно рисовать это все штуку вот здесь есть три варианта вот первый вариант это hardcore мы открываем paint поехали это конечно плюсы минусы плюсы то есть это бесплатно то есть вам ничего не нужно платить вы просто перерисуйте и и наслаждайтесь жизнью так скажем вот а минус это что это занимает вечность просто вы наверное будете вечности рисовать эту емельку пейнте поэтому никогда не рисуйте в пейнте и мыльки вот этого это и так понятно вот подошел 2 а если фотошопе какого-нибудь или более профессиональным фотошоп еще хуже фотошоп еще хуже забудь вот если гейко сгенерировать поэтому а идейка очень хороший вариант но отмешивать типа там рендеры нет давайте давайте так вы если гейко вы сможете сгенерировать только диаграмму классов вот диаграмму классов в моей практике не понадобилось нигде кроме дипломной работы там где нужно было налить больше воды мягко скажем вот все остальное там не знаю я не видел чтобы дико рисовала вам секенс диаграммы давайте так начнем вот так надеюсь ответил вопрос так второй способ второй способ есть такая штука как draw.io на самом деле домен другой немножко но тут он пишется как draw.io вот здесь так сейчас наверное да сейчас переоткроем draw.io вот вы тут заходите на draw.io и тут create new диаграмм это более уже профессиональный уровень тут есть вот то что гейко генерирует диаграмма классов есть и flowchart и тут есть в конце секенс диаграмма вот я буду все показывать на секенс диаграмме потому что это моя самая любимая диаграмма вот вы открываете ее вот кто-то вот вы открываете ее и все поехали вас несколько объектов вы берете создаете новый объект делаете между ними зависимости и пошло-поехал вот тут новая зависимость и делаете какие-то далее какие-то с ними взаимодействия манипуляции вот плюсы минусы плюсы то что опять таки это бесплатно это поддерживает версионирование насколько я помню в каких-то там по про версиях вот если можете там нашли куда диаграмму сделать версию опять нарисовать когда диаграмму сделать версии потом если подумали типа зачем мне эта версия можно откатиться обратно вот тут это тоже можно это сделать вот тут не могу показать это потому что я только слышал об этом и видел вот вот из минуса то что на самом деле это долго вот если там если вы подумаете что нужно допустим эти два компонента поменять местами то тогда это будет ну просто плутаница при саде вот это будет двигать до сюда потом вот это вот перелезет сюда как-то вот это сюда ну короче это уйма времени займет если у вас огромная просто диаграмма это просто дни наверно займешь все притащить и что-то поправить вот это шо да это шо касаемо второго способа и третий способ третий способ это plant ml вот в принципе что это такое это короче скажем так это какой-то язык программирования с помощью которого вы не рисуете эти диаграммы вы пишете код для этих диаграмм вот вот у нее есть тут сайт plant ml вот это как вы поняли open source проект потому что здесь видите сколько реклама раз два три четыре там еще наверно ниже какая-то еще реклама будет я уверен вот такой странный сайт конечно вот но если вы спуститесь вниз то здесь уже сразу сразу для вас на есть пример где вы можете нарисовать свою первую диаграмму вот вот тут вы пишете код на это вот окошечко вот а справа вы получаете уже сгенерированную диаграмму то есть еще раз вы пишете код для этой диаграммы нажимаете кнопочку там комп компайл и что-то такое отрабатывает интерпретатор и по вы получаете диаграмму на выходе то есть это уже gpg можно уже куда-то ставить там какую-то документажку вот примеру сейчас я пример 6 делаю я сейчас ну тут два компонента боб и элис на вот я сейчас скажу хочу сказать что элис хочет сказать привет бабу да я пишу боб такая вот взаимосвязь пунктирная элис и типа я пишу хай ангелис все вот нас и не велась диаграммка опять таки это самый простой вариант в реальности вас будет диаграммы намного больше вот так это наверно кто-то руку поднял да я просто не шарю так да да а просто вопрос если написать от элис к бобу стрелочку что сделается или без разницы а вот же что написал а теперь ты мечтали местами мне да ну да пробуем да я думаю что будет то же самое сейчас сейчас вот это мишина элис и пунктирная сюда и то же самое вещь ну а то и таки он берет это как переменную и обращается прям переменную понял то есть это не влияет то есть но наберет манипульку он оперирует переменную то есть не то есть он не прямо отображать но не отображать попробую ли он кейс сенситив кейс сенсив конечно кейс сенсив чтобы еще одна штучка лишь еще одна компонентная спасибо вот ну как вы поняли это все ну так выглядит старомодно потому что я бы заколебался бы сюда постоянно ходить и смотреть эту рекламу вот и поэтому люди придумали плагин для идейки и где можно это все компилировать вот к примеру такой плагин вы можете его найти начналась файл но я думаю знать как плагин добавлять я уже забыл сейчас я так делаю плагин плагин так ну тут ищите плагин и вот вы его добавили вот здесь у него там что-то там миллионы то и вырезают но я что-то тут не вижу ну это не суть важно вот сам факт что вы можете это все рисовать в идейке вот естественно я тоже самое напишем там там как там элис отвечает а ну кстати видите что она сразу компилирует то что вы написать она сразу компилирует и более того напишет вам где вы что неправильно написали кого синтекс error наступил вот а там дальше боб и мы пишем хай там бла 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 вот вот так вот вот это что доступная идея вот но я тут попрактиковался вот буквально на прошлой неделе вот я составил такую диаграмму вот и чисто ради прикола я засек сколько у меня это такая диаграмма займет времени то есть у меня она заняла буквально час где я 15 минут разбирался что такое POMO PEML или или плантами UML вот 15 минут думал как мне использовать диаграмму и 30 минут я просто рисовал это через код все то есть это это было бы намного проще чем рисовать через draw через draw айо и перетягивать и стрелочки туда-сюда обратно а человечек там тобой нарисованы или тоже программ нет нет видишь тут есть так скажем класс да если actor если я напишу допустим какой-нибудь participant да то человечка уже не будет вот здесь вот есть документажки сейчас покажу тут документажки есть кстати кстати этот POMO поддерживает не только sequence-диаграммы а еще вот видите use case класс-диаграммы object activity ну тролливали вот если вы зайдете на sequence-диаграмму вот тут можно посмотреть вообще весь синтаксис как можно рисовать вот обращаясь к вопросу то вот тут можно actor да вот допустим база данных есть даже кьюшка а вот она кьюшка коллекция entity ну короче тут полный набор целый список всяких ну так скажем объектов или класс вот вот здесь можно ну можно много чего делать я не буду пробегаться по синтаксису я думаю что это лучше чтобы вы сами там когда будете рисовать какой-то ямальку что вы сами это посмотрели вот но опять таки вот я сейчас покажу вот чисто пример если бы я арестовал бы допустим вот эту вот нашу примитивную боб елис да диаграмму что бы я сделал бы я бы вот это все сделал вот это вот назвал бы допустим боб там да это у меня не сразу бы это получилось там это бы назвал элис вот здесь бы начал бы как-то тягать независимость ну видите уже сколько времени занимает здесь бы и обратно это все сделал ну короче это занимает уйму времени вот здесь это делается просто намного быстрее вот и более того если допустим вы хотите поменять вот эти колонки местами то это делается просто просто вот таким образом просто менять и местами в коде и все они меняются вот это занимает намного меньше времени чем вы это все рисовали бы руками вот вот что еще хочу упомянуть в этом plantum.eml plant.eml есть такая штука как можно шарить ну то есть делиться диаграммами вот сейчас потерял немножко вот у них есть онлайн демо серверы вы заходите сюда и тут вы можете уже рисовать ваши диаграммки вот еще интересно что вот вы можете скопировать допустим какую-то диаграмму которую вы тут нарисовали вот сюда вставить и вот у вас сразу видите у вас есть ссылка на этот на вашу эту диаграмму более того что вот эта ссылка она хранит сама она сама себе хранит вот эту диаграмму то есть это base64 decode вот вы соответственно можете эту ссылку сохранить куда-то вот допустим отправить там не знаю заказчику там кому-то кому-то захотите вот и так раз открыли ее здесь и вот вы получаете всю диаграмму вот то есть опять-таки экспортить экспортить вот эту диаграмму намного проще чем казалось бы соответственно что мы тут получаем мы можем добавить какую-нибудь там ритмишку так сейчас я закончу и я сейчас секундочку так допустим мы можем добавить все дело в ритмишку вот 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 мы получили да это получается картинку вот мы можем даже добавить в какой-нибудь там java dog к примеру естественно просто это уже картинка которую вы можете впихнуть где угодно так какой-то там был вопрос задавайте то есть таким способом скорее всего не получится шарики очень большие диаграммы потому что они просто не влезут в юрайт да у них же там ограничения по количеству байт по-моему да по-моему да но я думаю что ну на самом деле у меня сама по себе диаграмма вот эта смотри какая большая 79 строк возможно они там как-то не делать ни поиски 4 как-то сделать а меньше не знаю ну надо попробовать честно я так не могу сказать может там какой-то другой алгоритм так вот так ну это вроде бы все что хотел сказать я же так много времени забрал вот если какие то вопросы у меня вопрос я вижу что синтаксис этой идеи распознается на основе какого языка ты можешь сказать это какой-то стандартный синтаксис или это смотри это это синтаксис pml вот вот вижу если расширение pml вот почему это индейка понимает это потому что я поставил себе плагин он называется движет справа наверное добавил типа язык конечно соответственно его подсветка все конечно конечно да понял спасибо да но опять таки синтаксис языка вы можете посмотреть вот тут есть много примеров смотрите я сейчас покажу но вот если мы тут начинаем сразу с боба элиса вот примитивно какие то request response это дальше идет у нас более сложная диаграмма к примеру вот так можно стрелочки там менять можно можно как то вот такой где то где то делать жирнее текст где то нормальный текст делать где то вообще красный где то добавить вот видите примечания к примеру много чем можно делать и это все о вот это самое самое любимое это так скажем branch то есть грубо говоря alt это if это сам это такая сложная штука вот делается в draw.io это просто такой геймор здесь это делается все просто к примеру если я вот тут это сделал видите вот я тоже игрался тут alt их поставил где то вот цикл поставил то это делается с помощью там loop там event да то есть не так много изменений то есть я мучился не так не так много вот ну тут куча всего например ноты есть типа как-то нотатки вот ну куча всего куча всего комментарии да 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 ну короче в чем мой месседж что если вы будете когда-то рисовать диаграммки и начнете рисовать их то я предлагаю вам начало начать с этого pml ну плант и вот прежде чем начинать на дрова и то есть лучше это все ну и притом вы когда делать эту диаграммку у вас вы можете сохранить source код этого всего в ките чтобы это обычный файлик вот так есть еще какие то вопрос так ну да это у меня все спасибо спасибо Ярослав продолжишь да спасибо сейчас хорошо река видно хорошо ну в общем сегодня я хотел бы рассказать про такой сайт где можно в принципе узнать про какие то уязвимости в атаке и так далее и также узнать как от них защищаться вот ну в целом вот набор и ну допустим с кейли не акции в общем тут несколько вкладок первое это самому попробовать там то есть интерактивный тренажер дается второе это как защититься то есть объясняется рассказывается и третье это вот тест небольшой ну начнем с тренажера вот секунду в общем здесь вкратце рассказывается объясняется что у нас есть то есть это пример сайта здесь логи бека вот здесь нам предлагается ввести ввести пароль юзерней вот и в целом будет показываться предлагать вводить какие-то вариации SQL инъекции и показываться логи на беке что происходит и на фронте то есть сейчас самое простое это просто логинца вот так и нам предлагается вот сразу сразу сейчас не ввожу вот кажется так ну в общем суть в том что должна показаться ошибка вот что у нас происходит на беке из-за того что из-за этого значка ломается и сейчас быстро я вернусь сначала и покажу в общем как описывается защита ну как можно предотвратить это в общем опять сюда заходим сюда и здесь в целом рассказывается общее сведение о SQL инъекции и так же как защититься здесь показываются примеры безопасного и небезопасного кода и внизу тут должен где-то быть примеры на разных языках ну вот да есть и вот здесь допустим java и здесь показывается пример в первом вот тут показывается что у нас есть мы делаем в принципе стандарты ctbc то есть connection prepared stand делает потом сюда засовываем какие-то параметры и выполняем а здесь показывается что без ну и дальше объясняет соответственно почему это небезопасно да там кажется у кого-то вопрос был я можешь чуть увеличить экран с кодом там очень мелкий а да ну в общем и третья вкладка там можно пройти тест то есть потому что вы прочитали узнали секунду ну в общем то здесь можно увидеть безопасно вот все те классы которые используем connection prepared statement и result set и вот внизу уже без него то есть как бы просто вставляем в query наши какие-то значения вот ну и в целом так по каждой теме то есть примеры примеры как защищаться и тест вот то есть кому интересно можете по классику почитать в общем да на этом у меня все вот есть вопросы да я могу добавить в целом про SQL инвекцию это в принципе происходит простыми словами тогда когда у нас нет квадедации специальных символов на бэке и мы по сути можем выполнять запрос с клиента передавая в query этот query короче передавая то что нам нужно собственно запросить и это одна из самых распространенных таких ошибок безопасности где-то годов 2009 2008 в общем ладно долго рассказывать но использовали это чтобы вот где-то зарегистрировались на каком-то сайте который на PHP там еще каком-то написан и в общем-то потом вот эти вот все пароли логины с этого сайта вытягивают и еще там соцсети подают аккаунт и прочее в общем как-то была очень распространенная штука была но сейчас вроде как уже не особо актуально спасибо ну ладно то есть в целом если использовать спеллинг гиберный там то таких инскеюринг инъекций просто не будет потому что оно все у себя там под капотом адекватно делает там через эти репозитории интерфейс и так далее да ну если делать по без практицам то ничего страшного не будет а если где-то что самому кастомизировать то как бы есть вероятность того чтобы на это напороться но там в целом то ошибка не только из-за валидации специальных символов там еще есть пару причин в общем там можно почитать вообще не сложно самый easy способ как проверить свой сайт на эту ошибку просто в юральке в конце добавить две вот как они две кавычки одинарные вот так так то есть то есть так и и так и и сегодня будет коротенький дэвтокс про аннотацию которую я сегодня узнала в общем начну с проблем какая проблема передо мной стала это мне нужно было сделать так чтобы вот наше приложение там есть много юзеров и каждый юзер видел только объекты только те объекты которые он создал чтобы другие объекты он не видел вот если как бы погуглить то решение разное бывает много как бы можно найти чего ну вот какое решение нашла я сейчас я вам расшарю экран так видно да шрифт нормальный не надо делать больше так ну хорошо молчание знак согласия значит вот такая вот аннотация authentication principle что она делает когда какой-то юзер логинится на ваш сайт Spring Security сохраняет в контексте безопасности его данные то есть там пароль доступы имя ну в общем все про этого юзера что он может сохранить он сохраняет и вы можете это достать с помощью этой аннотации authentication principle то есть когда вы пингуете этот end point вам не нужно ничего передавать сюда например вот если как бы без этой аннотации было бы вот так вот то есть вам не нужно ничего передавать а когда вы это пишете Spring он сам инициализирует вот это вот user details обычно объекты которые может достать этот authentication принцип принцип они как бы обычно это user details можно поменять но по дефолту стандартный это user details это не мой объект это как бы объект из коробки из security вот и уже из этого user details вы можете брать что вам тут надо пароль user name доступы вот и как бы это решает решила мою проблему и возможно когда-нибудь поможет вам решить вашу проблему это все что хотела сказать если у кого-то вопросы да есть вопрос что у тебя за метод на 177 строке на 177 строке это но этот метод достает все машинки с зависимыми полями из других табличек для моего конкретного юзера а можешь просто показать как ты ну юзера передаешь или указываешь чем получается это уже как бы метод из коробки который достает все зависимости а это метод который ну в общем я здесь написала query ну точнее не я а мне ghipster ее сгенерил вот и он получается достает машинки где я понял логин это тот же сам principal это опять же тот же юзер который залогинен сейчас вот этот principal это идентичный что и здесь вот хорошо спасибо еще вопрос да у меня есть вопрос аннотация identification принципа она откуда подтягивает user details ну из токена или откуда ну там получается есть поток в контексте безопасности и она создает переменную в этом потоке и из этой перемены подтягивает от user details в общем так сложно объяснить но как то так спасибо спасибо насколько я помню там есть user details provider в ваших security когда вы определяете ваши роли и прочие токены как раз таки оттуда он и берет user details то есть там есть какой-то get user by username решить такое метод вот он его и получает через него да спасибо еще вопрос если вопросов нет тогда всем спасибо спасибо кто-то хотел бы еще продолжить или расходимся на сегодня расходимся хорошо тогда всем спасибо спасибо